Уловки Пашиняна не пройдут, Баку теряет терпение власти Армении и продолжают демонстрировать в вопросе признания территориальной целостности Азербайджана противоречивые, а подчас просто неадекватные подходы. Как передает АЗ. Эйзи, об этом пишет Фархад Мамедов-Нахакин. Эйзи, последствия сорока четырехдневной войны, приведшей Армению к полной капитуляции, а также формирование новых стратегических реалий в регионе давали независимым наблюдателям все основания полагать, что официальный Ереван понимает, реальной альтернативы миру с Азербайджаном у него нет. Увы, Армения по-прежнему остается глуха к призывам начать, наконец, переговоры об окончательном мире, которые официальный Баку настойчиво повторяет больше года, подчеркивая при этом, что терпение Азербайджана не безгранична. Как известно, главным условием для начала мирных переговоров, в том числе, для процесса определения границ, закрепленной в международной дипломатической практике, является признание сторонами территориальной целостности друг друга с предъявлением взаимных дипломатических нот. Случай с Арменией это означает, что Ереван должен официально заявить, об отсутствии каких-либо претензий на территорию Азербайджана, в том числе, на административные пространства бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, после чего предоставить дипломатическую ноту о признании территориальной целостности Азербайджана в рамках границ, признанных ООН. Вместо этого руководство Армении продолжает демонстрировать в вопросе противоречивые, а подчас просто неадекватные подходы. К примеру, премьер-министр Никол Пашинян, как правило, периодически подтверждает в своих выступлениях готовность Армении начать с Азербайджаном переговоры и по определению границ, и по достижению мирного соглашения. Он также открыто признает, что мирное соглашение с Азербайджаном имеет для Армении жизненно важное значение. Но едва лишь речь заходит о необходимости сделать первый шаг на пути к миру и взаимно признать территориальную целостность двух государств, как Пашинян тут же заявляет, что Армения и Азербайджан уже сделали это 30 лет назад, в 1991 году. Что имеет в виду Пашинян, на какой документ ссылается? Как в 1991 году, в разгар войны в Карабахе, Армении удалось подписать такой документ. И даже если допустить, что он существует, почему Армения не прекратила войну, а продолжала держать под оккупацией азербайджанские территории. Все дело в том, что Пашинян ссылается на алматинское заявление 1991 года о целях и принципах содружества независимых государств СНГ, в котором и вправду было прописано, что Азербайджан и Армения признают границы друг друга. Однако, согласно тому же алматинскому документу, вопрос Нагорного Карабаха оставался тогда нерешенным. Другими словами, Пашинян утверждает, что Армения давно уже признала территориальную целостность Азербайджана. Правда, без Нагорного Карабаха. Характерно, что этот козырь Пашиняна, являющийся по сути чисто спекулятивной трактовкой международного права, не воспринимают всерьез даже в самой Армении.